Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 20 декабря По народному месяцу слову обросим В этот день христиане чтут память святого Амвросия, епископа Медиаланского, родился в Италии 4 век С этого времени и до самого Рождества на вечеринки, пирушки и веселые братчины накладывался по всей Руси своеобразный запрет, нарушать который желающих, как правило, не находилось Мужики самостоятельные и серьезные всегда заветы отцов строго соблюдали Поэтому, не мудрствуя лукаво, а руководствуясь тем, что обросим все праздники, отбросил Шли, засучив рукава, вовины, оставшиеся хлеба домолачивать А управившись с этой работой, торопились в хлев, матушку-коровушку проведать или в сад-огород посмотреть, все ли там в порядке Девушки принимались за шитье на грядущее житье, готовили себе приданное Красная щелчинка по серебряному полю снует, девка на житье шьет, любовались родители мастерицами Обычно перед началом работы обращались к Богу за благословением начать дело, а во время шитья приговаривали Наперед стишка, к Богу обратись, наперед шитья, Бога славь Что же представляла собой одежда русского крестьянина? Зимой это был овчинный тулуп или полушубок, иногда подбитый медвежьим мехом кафтан с оборками сзади На голову надевали теплую шапку с овчинным околышем, оторочкой то есть Отправляясь зимой в дорогу или заниматься извозом, крестьянин надевал малахай, овчинная дубленная шапка А ноги обертывал шерстяными онучами, портянками, и надевал лапти или башмаки из прутев лозы, тоже плетеные Кто побогаче, ходили в валенках Руки от холода защищали шерстяные варежки домашней вязки, поверх которых надевали рукавицы из дубленной овчины Летом крестьяне носили пасконную, коноплянную или льняную рубаху, которую подпоясывали скрученным из шерстяных ниток шнурком В повседневный костюм входили порты синего цвета, онучи и лапти, зажиточные крестьяне ходили в сапогах Юноши наряжались в красные кумачевые или цветные ситцевые рубахи Сверху надевали армики, одежда в виде халата из толстой грубой ткани, которые подпоясывали красным кушаком, широкая тесьма или полотнище ткани Женские наряды были значительно разнообразнее мужских и в зависимости от местности сильно отличались друг от друга Но все же существовали и общие для всех нарядов вещи Крестьянки в будние дни носили синие холщовые сарафаны с передниками На голову надевали тканный платок или набойчатый чехлик, на ноги белые онучи и лапти На праздники небогатые крестьянки надевали китайчатые или кумачные сарафаны Китайка бумажная блекла желтая ткань, которую когда-то привезли из Китая Кумачная тоже бумажная ткань, чаще всего алого, но иногда и синего цвета Иногда такие сарафаны украшались спереди вышитыми шелковыми нитками позументами На голову надевали шелковый платок или кокошник На ноги – коты, женская обувь в виде сапожек или башмаки Деревенские девушки ходили с непокрытой головой и распущенными волосами, в которые вплетали ленты А вот по ведическим законам девушка с распущенными волосами, независимо от сословия, была очень редко Например, при совершении определенных таинств и обрядов Детям женского пола с малолетства, где шести лет, где-то с двенадцати, в зависимости от традиции и места Волосы заплетали в одну трехлучевую косу, ибо это символизировало объединение жизненных сил миров Яви, Нави и Прави Коса располагалась вдоль позвоночника и считалось, что все светлые вселенские силы через волосы Переходят в позвоночник и наполняют тело, душу и дух девочки, а затем и девушки особой жизненной силой Тем самым подготавливая ее к будущей священной миссии – материнству Когда девушка выходила замуж, ее девичью косу расплетали, и взамен заплетали две, ибо с этого момента Она получала через волосы, собранные в косы, жизненные вселенские силы не только для себя, но и для будущего ребенка На Руси замужние женщины всегда носили головной убор, сорвать его считалось страшнейшим оскорблением, а простоволоситься – значит опозориться Все знают, что волосы бывают не только разных цветов, но и различного строения – толстые, тонкие, прямые, кудрявые Тонкие говорят о многогранности человека в связи с небом, то есть возможности ловить широкий диапазон волн Люди с тонкими волосами легче восстанавливаются после любых испытаний Жесткие, толстые волосы у человека более простого, с постоянным диапазоном У кучерявых волос велика возможность помех, завихрений, в результате чего их обладатели отличаются повышенной эмоциональностью, стихийностью При поседении структура волос меняется, считается, что пока человек не сидеет, он живет своей жизнью, но как только появляется седина, включается резонанс с другими людьми В индуистской мистической символике волосы, подобно паутине или нитям пряжи, обозначают силовые линии Вселенной, пронизанные волосами Шивы, могущественного бога Древневосточных и античных богов, евангелистов и апостолов чаще всего изображались длинными волосами, что указывало на их физическую стойкость и духовную твердость Считалось, что если волосы отрезать, то человек может лишиться психической и физической силы Так, согласно апокрифической книге «Бытия небеси и земли» Самсон, ветхозаветный герой, носил длинные косы, дающие ему богатырскую силу Когда Самсон нарушил данный им богам обет безбрачия и полюбил Далилу, он, будучи хмельным, открыл ей тайну Если остричь меня, то отступит от меня моя сила Коварная возлюбленная дождалась, когда тот заснул, и состригла с его головы семь кос Самсон тотчас ослабел, чем и воспользовались его недруги Обрезать волосы значит изменить свою жизнь Это хорошо знали в старину Волосы, иногда говорят космы, источник нашей космической силы Значит, все, что с ними происходит, меняет русло незримой реки, которая омывает нас своими волнами Поэтому любое воздействие на волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу жизнь Наверное, с этим же мистическим отношением и накоплением в волосах энергии жизненной силы Связана давняя примета – не стричь волосы беременным женщинам Детям до 12 лет даже кончики волос не подстригали, чтобы не состричь ум, постигающий жизнь, законы рода и мироздания Чтобы не лишить их жизненной силы, даруемой природой и обереговой силы Подравнивание кончиков волос на длину не больше одного ногтя у молодых людей старше 16 лет Совершалось для того, чтобы волосы быстрее росли И это деяние можно было совершать только в дни Новолуния Расчесывание волос было своеобразным священным ритуалом Во время которого можно было прикоснуться к космическим потокам И почувствовать в прямом смысле этого слова Нисходящие с небес потоки жизненной силы Совершался священный ритуал при помощи гребня Изготовленного либо из священных металлов Либо из ветки священного дерева Детям в малом возрасте волосы расчесывали родители Потом они делали это самостоятельно Доверить расчесывать свои волосы могли только тому Кого хорошо знают и кого любят Девушка могла позволить расчесывать свои волосы Только своему избраннику или супругу Древняя заповедь гласит Не стригите свои власы русые Власы разные, да с сединами Ибо мудрость Божию не постигнете И здоровье потеряете А что же примечали в этот день о погоде? Солнце в туманном кругу, жди пургу Солнце заходит в облака к снегопаду Зима суровая, весна ненастная А лето жаркое Зимнее тепло, летний холод Снег плотный и мокрый к влажному лету Сухой и легкий к сухому Да пребудет мудрость в родах ваших, славяне Братья-месяцы 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 Субтитры создавал DimaTorzok